Для детей, оставшихся на каникулы в Мурманске, есть неплохая альтернатива отдыху за пределами полярного округа. В городе открытые работают 11-летних лагерей. Учреждения, организованные на базе школ во всех округах, за три смены в них отдохнут, оздоровятся и проведут время с интересом и пользой более 1700 ребят. Сегодня в 42-й школе Мурманска необычные гости. К ребятам, которые посещают здесь летний лагерь, приехали участники команды КВН, сборная города Мурманска. КВНщики, гости веселые, превратили встречи в настоящее шоу. Шутили, рассказывали забавные истории, дурачились. Ребятам стало интересно, а как это собрать команду? Как начать писать шутки и придумывать ценки? Нам бы хотелось, чтобы возраст тех, кто играет в КВН, становился все меньше, все моложе, чтобы ребята приходили. И нам бы хотелось, чтобы в школьных играх, которые уже действуют у нас в Мурманске, чтобы ребята были, ну, например, шестого, седьмого, восьмого класса. Это было бы очень здорово. У веселых и находчивых из высшей лиги есть юные последователи. Например, Саша Патараков уже решил, что будет играть в КВН. Я там очень много смешил родителей, родителей смешил, родственников, всех смешил на шашлыках. И мне потом захотелось, когда пришел в КВН, мне потом захотелось выступать в КВН. Я был все-таки по образованию педагог, и сейчас работаю преподавателем. Я работал несколько раз в таких лагерях, именно в городских оздоровительных лагерях, когда еще проходил практику свою в университете. Режим работы летних детских лагерей с половины девятого утра до половины третьего дня. Вторая смена продлится до 25 июля. Для детей подготовлены экскурсии, турпоездки, игровые и спортивные программы. Организовано двухразовое питание. Продолжение следует...